какая же все-таки красота вот так у нас начинается утром еще совсем не светло но красиво сейчас будем быть и деток в школу в садик на работу все жаль что камера не передает вот такую красотень но какие же цвета можно зайти с ума вас немножко заследляет у нас по насыщеннее по насыщеннее будет можно стоять любоваться долго-долго но нужно собираться он где мазик встал всем доброе утро еще раз всем огромный привет у нас утречка отвела димаса в садик и топаем на работу ножками у нас сегодня так морозные немножко прошла без шапки но дело потому что чувствую что нужно мимо мелькают чужие окна на по частному сектору идут ножками мне так минут 20 не на машине да вот то я надеюсь что в скором времени все исправится хотя до под задержалась машина но к сожалению очень сложно с деталями в связи со сложившейся обстановкой но плюс еще в луганске конечно вдвойне сложнее вот вот пока иду думаю немножко поделюсь потому что очень многие пишут да что все хорошо классно она хочется видеть и слышать свера донецк а я бы с радостью конечно бы ездила почаще и делилась с вами новостями почаще не скажу что ничего не происходит происходит конечно из последнего такого но если собрать все 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 наверное да нам поменяли окна ну нам спальне очень много момента очень много нюансов было очень много нервотрепки было прям очень много честно ну вышло принципе все хорошо вот как бы то что нас устраивает вот так чтобы едут на ветке не напоролась котел котел тоже сделан он был запущен он начал давать тепло и даже горячую воду вообще это вау это конечно все без меня естественно сделали плата мужчина приехал мастер поставил запустил полностью систему все было хорошо но потом а так как ночью все равно морозы там немножко по северней у соседей стояк с водой замерз поменяю руку в руку немножечко и давление воды очень очень слабая то есть вода не выдавливается она мне открывала ванной воду чтобы она немножко дюрчала скажем да так на ночь чтобы не замерз стояк вот и где-то конечно система еще немножечко ну долго была без воды долго вот эти все стряски в качке и все прочее и видимо возможно где-то пару капелек пропустила и котлу нужна вода нужно подкачивать воду немножко но нужно и когда она включала на уже там разбирается заседка по полной на боже я стоим котлом туда посидеть раньше времени вот но разобралась она мастер тоже в телефонном режиме помог вот и не дает давление докачать воду и он выдает ошибку он мигает она переживает она мне пишет все время я тоже переживаю но а что сделаешь что сделаешь если ничего не сделаешь вот как есть но говорю ну что и либо отключить пока что греться обогревателями то есть не давать квартире замерзнуть либо не знаю потом отопление в доме пытаются сделать но дать еще не дали не запустили потому что застыковали не стыковали но именно вот эти трубы стояка которую у нас идут они у нас поменяли вот что у нас еще сделано за перейду дорогу немножко транспорт проехал вот окна поменяли но откосы еще не делали будут делать скорее всего пластиковые ну бог с ним пусть делают какие какие делают это уже вообще говорится дело совсем не наша и ладно чтобы было конечно максимально правильно и чисто потому что до соседкой разговаривали она говорит муфты 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 да какие муфты говорится не трубы новые делают говорю какие муфты муфты ставятся но там на дырки на какие-то застарелые такие моменты она ведь муфты именно на крепеж боже думай но у нас же уже были сделаны дырки у нас же уже есть крепеж ну неужели я говорю что трубы совсем другие не подходят да нет такие же но зачем делать новые дырки новый крепеж если есть старый либо я чего-то не понимаю но хочется увидеть вообще этот весь процесс что там как произошло как все изменилось потому что чтобы добраться до стояков отопления которое у нас заши там нас кухню стояк зашит и конечно сделан ремонт да и когда я даже разговаривала с прорабом или как но соседка давала телефон чтобы я пыталась объяснить что вы будете делать мы будем ломать их как ломать но и благо я позвонила дозвонилась до дедушки который в лисичанске и попросила приехать побыть потому что ну и говорю потому что на вороте там чего-то без нас свою какую-то историю говорю хотелось бы конечно сохранить по максимуму все хорошо но дедушка сказал что сделали все аккуратно теперь осталось только приехать и посмотреть как что там произошло и что поменялось вот свет есть вода ну сказать есть это наверно очень громко потому что соседнем подъезде тоже по мы там все очень не очень и по-моему даже сказала что канализация замерзла не знаю хотя она насыпала соль унитазы всем всем у кого и кому и у нее был доступ чтобы не замерзла вода чтобы не замерзли унитазы но я думаю вы понимаете чтобы не было никаких последствий вот но так последние дни очень громко очень очень громко конечно не всегда но очень громко в лисичанске вот туда куда мы ездим естественно на нашем районе там некоторых домах пытались давать свет но это были только попытки на этом все и закончилось и воду тоже в некоторые дома пытались или дали воду но так как система очень теперь плохом уже состоянии она во первых уставала во первых тоже сотрясение домов такие капитальные были и стала то подвалы затапливать то течь у кого-то что-то одета поэтому многие жильцы домов просто попросили чтобы перекрыли потому что так больше проблем вот ну громко да о том что очень многие говорят что закрыты города и пропускают только по прописке либо каким-то пропускам ну это говорят не знаю так что я очень конечно горю желанием поехать проверить все на себе увидеть все что там изменилось поменялось к лучшему я надеюсь вот так что но то что подъездные подъезды подъездные окна уже поменены все это уже значит что тепло а еще тоже очень важно что в подъездах поменяли двери да это так здорово потому что дверь у нас подъезде было просто ужасно это что она сейчас более качественная более серьезно но я конечно не видела да но соседка сказала что все ок все хорошо так что под защитой теперь и в подъезде естественно теплей а следовательно теплее и в квартирах я надеюсь вот ну любом случае свет есть можно включать обогреватели можно включать кондиционер вот ну что собственно не делают вот так что процесс идет по поводу закрытого города и того что впускают не выпускают но соседка говорит да что прописка нужна и очень тщательно проверяют содержимое машин там ну такое кто что везет ну мне кажется это просто меры безопасности да возможно они усилены ну как бы и все вот так что ой надеюсь что все будет только лучше лучше и лучше кто-то мне пишет вот типа город совсем развалена она пишет все хорошо ребят но у всех слова хорошо по разному понимается когда город живет под снарядами и когда город живет без снарядов то конечно когда тихо и спокойно это хорошо даже если не цвета и воды это тоже хорошо в том плане что тихо вы как может быть хорошо если город в таком состоянии ну да для меня хорошо когда по городу не стреляют все остальное справимся переживем когда город находится под беспрерывным огнем и ты не знаешь где прилетит куда прилетит и кто пострадает то вот это ужасно а то что нет света главное сохранены жизни вот это самое главное одну а свет подождем значит и воду подождем и все подождем главное чтобы была тишина да конечно хоть хочется все и сразу чтобы все было хорошо но соля ви что с вами прошлась на работу мне уже остаться совсем чуть-чуть рука немножечко подмерзла на перчатки есть но я решила не буду одевать пусть подышит кожа крем для рук у меня всегда с собой вот так что все он дохожу на сегодня очень важное событие мы едем встречать сашу ну конечно же но я не знаю поеду я или нет папа точно поедет но в любом случае сегодня ждем домой сашу вот так что все я на работу пролетела рабочий день уже забираю димаса да скажи помощник мой ай вы гулять ходили да смотрю курточка висит сверху то есть кололаз сейчас будем обуваться одеваться да да молодец а дома кто тебя ждет а еще маша теперь у нас уже не маха маша масса масса да да а потом кто приедет умничка и нас будет много скажи да да снимает а пульки свои а еще скажи маша пристала скажи мама да да все закрывает дверцу наш д учимся с папой вместе детишек оставили дома раньше как раз сегодня димаса забрала конечно было предложение взять всех с собой но я сказал мне не надо это слишком эмоционально и бурно будет уж как нибудь дома вот так что мчимся чтобы зайти так совсем утра по самолета но вернее вагона вот так что документы взяли потому что пропускная система естественно столько высота вообще просто волк ура мы еле нашли ребенка папа побежал побежал ура почему на распашку почему на распашку у нас жарко папа пошел тебя искать портала обнимает не муле классно кто приехал а маша где маша папа пошел тебя искать портала обнимает а я не думаю когда мы завтра его разберем да машины вылетели ли что там кнопка Уселись и ждем У нас тут такой праздничек Квашная капуста Шашлычок Соус, лаваш Запеченная картошечка Ну, пепси Стол у нас маленький, конечно, для нашей Большущей-большущей семьи Ну, что поделаешь В чесноте, да, вкусняшки, да, скажи, Дим? Да Дубль два Новый год Да, по типу того, что Да? Да И еще царица, радужная король Ну, это папа захотел рыбку Так что, вот такой у нас сегодня Очень сложный ужин Но вкусный Вкусный-вкусный Это объедение Лаваш Шашлычок Капусточка Картошечка Соус Вообще Вау Папа Давай три Давай три Ух, какой ты помощник, да? Вкусный салат будет Ай Получается? Очень приятный Будущий повар Да Да Классно Отлично, Гиталия Ай Ай, поломалось яйцо Ай, начнем Повторушкин, Дима, да? Да 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому